Всем привет! Я легла в 4 утра, не ела весь день и еще я заболела, поэтому простите, если голос у меня будет как у дохлого тюленя. Ам... Сегодня я хочу рассказать вам парочку своих секретов, которые я обычно не рассказываю людям, а именно секреты за 2014 год. Почему? Потому что здесь творится столько всего интересного, прикольного и личного. И, скажем так, я решила открыть вам свою голову. Да, и кстати, ребята, у меня для вас важное объявление. Я еду в мини-новогодний тур и снова приглашаю вас на мои концерты и фан-встречи. 3 января я еду в Нижний Новгород, 4 января в Казань, 6 января в Ярославль, 8 января в Тверь и 10 января в Калугу. Я буду петь вам вживую свои песни, которые еще никто не слышал и не только. Мы с вами будем общаться, обниматься и, конечно же, фоткаться. Будет очень весело. Жду встречи с вами и вся подробная информация в описании к этому видео. Каждый раз, когда я захожу в лифт, я мысленно умоляю, чтобы двери меня не закрыли. Потому что мой дядя один раз оставил меня в лифте и специально закрыл двери, хотел меня отучить. Угу, спасибо. Очень помогло. Мне 17 лет, а я до сих пор боюсь раздвижных дверей в супермаркетах и в лифтах. Как вы знаете, у меня есть две собаки, два Джекрасела. И я люблю их настолько, что порой мне кажется, я могу с ними общаться и как-то их понимать. И вот, видимо, вы сейчас сидите и подумали, толпануто. Вот поэтому я не рассказываю об этом людям. Ставь палец вверх под этим видео, если ты тоже любишь собачек. Это прозвучит очень странно. Мне 17 лет, а я чувствую себя старенькой. Я не знаю. Вроде считается, что 17-18 лет, типа, самый клевый возраст, молоденькая, все дела. А я прихожу в ужас от того, что понимаю, что мне через год будет 18. Хочу быть Питер Пеном. Не хочу взрослеть. Я чувствую себя очень неловко, когда при мне смотрят мои видео. Я знаю, это будет первый концерт Саши Спилберг. Поднимайте ваши зажигалки в воздух. Что я несу? Особенно летсплей, потому что, когда я комментирую игры, я отключаю мозги, перестаю думать, что говорю, несу всякий бред. И потом, когда я это пересматриваю... Это, конечно, смешно, но мне становится страшно. Это, кстати, большой секрет, о котором я вообще никому не рассказывала. Когда ко мне в голову лезут негативные мысли, я вот так трясу головой, чтобы в прямом смысле отогнать этот негатив. Эта привычка у меня появилась в 14-м году, и это очень странно. На некоторых вечеринках и мероприятиях я люблю садиться в угол и за всеми наблюдать. Не потому что я маньяк. Просто мне кажется, это так интересно рассматривать людей. Но только чтобы они этого не замечали, потому что пристально рассматривать людей неприлично. И идеальное место для меня это какой-нибудь балкон, чтобы внизу была куча машин и людей. И просто сидеть и рассматривать их, кто куда идет, какие планы. Это так интересно. Когда я встречаюсь с людьми в жизни, я люблю сравнивать их внешность с их внешностью в социальных сетях. Фотографии, которые они выкладывают. Но насколько они отличаются или наоборот похожи? Сильно человек себя редактирует или нет? Короче, дайте мне бинокль, и я буду просто следить за людьми. Знаете, я почти всегда хожу в кедах и в джинсах, но это совсем не значит, что мне не нравятся формальные стили одежды, каблуки, все дела. Проблема в том, что как бы я ни старалась, я не могу ходить на каблуках. Я устаю минут через 20. Настолько, чтобы просто идти... Ууу! О чем я говорила? И это подводит к следующему секрету. Мой рост. Я самая мелкая в любой компании. И я не расту. В 2013-м я думала, что вырасту в 2014-м. Я так и осталась самой мелкой в любой компании. Ну, я как-то не особо переживаю на эту тему, просто я часто об этом думаю, потому что, когда ты смотришь в компании на всех снизу вверх, об этом невозможно не думать. Под конец 2014-го года я начала коллекционировать подушки, и у меня есть подушечки от пончиков до свинок Angry Birds. У меня весь диван уже ими засеян, усыпан. Не знаю, как это правильно сказать. Я наконец-то нашла, что коллекционировать в этом году. Ууу! Если вот так вот со мной рядом стоять, я не могу долго смотреть в глаза. Я чувствую себя как-то некомфортно. Но так человек со мной разговаривает, разговаривает. Я рассматриваю, рассматриваю, рассматриваю. Ну, так, чтобы было незаметно, конечно же. И я очень не люблю, когда ко мне подходят и разговаривают. Прямо аж вот так вот хочется сказать. Человек! Чуть подальше! Хм, супер! Еще мне тяжело общаться с человеком, если мне не нравится его голос. Такое было только дважды, но это просто невыносимо. Сколько не пытаясь себя отвлечь, мне нужно, чтобы мне нравился голос человека, с которым я общаюсь. Иначе я страдаю. Меня приводит в состояние паники прогулки по магазинам и покупки подарков. Людям, которых я не очень хорошо знаю. Потому что я люблю покупать красивые, нужные подарки, которые всем понравятся. А когда я не знаю, что кому нравится, я хожу вот с такими глазами, просто не знаю, что делать и схожу с ума. В данный момент я очень хочу есть, я ведь весь день не ела. Это не секрет, но это мысль из моей головы, так что это тоже важно. Я заметила, что никогда не думаю о прошлом. Я почти всегда либо планирую, мечтаю, думаю о будущем, переживаю про будущее. А что я ела вчера на ужин, я даже не помню. Я могу говорить без остановки. Я люблю слушать, люблю задавать вопросы, но если меня вовремя не остановить, я могу вечно разговаривать о себе. Ну и последний секрет. Вы самые первые люди, которым я все это рассказала. Можете себе представить? Все это варилось, варилось в моей голове. И теперь бас, и вы знаете мои секреты. И вы первые, кто узнал мои секреты. Даже прикольно осознавать, что вы теперь знаете, что творится у меня в голове. Я вас очень люблю. И пока, жду вас на моих фан-встречах.